Изначально здесь предусматривалось какой-то механизированный способ подъема этих задвижек. Сейчас видите, что это разрушено все. Теперь задвижки с большим трудом открывают вручную. Некогда дамбы для полива с лихосугодий. В последние годы это просто пруд, где рыбачат местные жители и приезжие. Вот эти три гидротехнических сооружения в поселке Рощинский, в поселке Репчинский, в поселке Александровских достались нам в тяжелое наследство Таскетимского молзавода. Молзавод как предприятие перестало существовать в том виде, в котором оно было. И все вот это наследие осталось безхозяйным, за которым никто не следит. Просто люди бросили и самоустранились от обслуживания. Сейчас это сооружение – головная боль местной власти и экологов. Водоприемный желоб разрушен. Снег еще лежит в лагах. Если примется активно таять, при плохом сценарии вода может склынуть на федеральную трассу и пойти дальше к поселку Чернолеченский. Рядом с водоприемником Котлован. Его высота около 10 метров. Наглядное свидетельство объема воды, который сдерживает дамба. Но она начинает подтекать. Это сейчас видно, что вроде бы как ручейки какие-то идут, да? Снег стаивает. А летом здесь постоянно вода идет. Через дамбу просачивается вода. Чернолеченский сельсовет вынужден контролировать все три гидротехнических сооружения на своей территории. Причем Рощинский пруд практически круглосуточно. Общими усилиями с администрацией района дамбы поставили на кадастровый учет. Теперь суд должен признать их безхозяйными. После этого их передадут на баланс сельсовета. И тогда встанет вопрос о ремонте. Чтобы капитально отремонтировать вот это гидротехническое сооружение, это нужны вложения одного миллиона, десятков миллионов. В бюджете, конечно, нет такого. Тем более, этот объект у нас еще не числится у нас как в собственности. Это наступит только где-то в августе, в сентябре. На случай случайной ситуации готова техника и инертные материалы. Впрочем, экологи считают, что несмотря на снежную зиму, поводок может пройти безболезненно. Если прогода, конечно, не решит напоследок предпринести сюрприз. Продолжение следует...